На самом деле мы едем на Кизафру, потому что это первое мероприятие в России такого масштаба по Кизомби. И, конечно, мы там будем. Это просто нельзя пропустить. Да, такое невозможно пропустить. Поэтому мы, Амиго Джаз, едем сюда, на Кизафру. Увидимся там. Всем привет. Привет, привет. Это Сергей Макаркин. Наталья Тумаева. Мы из Толяттии, мы преподаем Кизомбу. И в этом году мы с нашими учениками обязательно поедем на Кизафру. Потому что главное событие года в Кизомби – это прекрасная возможность снова встретить старых друзей, познакомиться с новыми, побывать на мастер-классах от ведущих преподавателей Европы и просто отлично провести время на вечеринке в замечательном отеле, потанцевать с замечательными разными партнершами и партнерами. И вообще мы считаем, что это будет самым главным событием года для нас. Как же свадьба? Да, и свадьба на Кизафру будет главным событием года для нас. Ты женишься на мне по второму? Я женишь на где по второму бесконечное количество раз, так что на Кизафру мы обязательно... Мы вас приглашаем на нашу свадьбу на Кизафру. Приходите, приходите, будет весело. Пока-пока. Привет, меня зовут Андрей, я являюсь руководителем студии «Малекон», в которой в одной из первых в Санкт-Петербурге появилось направление Кизомба. А также я являюсь одним из организаторов фестиваля Russian Summer Kizomba фестиваля. Кизафра – это самый насыщенный фестиваль в России из всех латиноамериканских и африканских стилей. Самый насыщенный фестиваль. Просто зайдите в группы и посмотрите описание. Вы все поймете. Я не часто говорю ученикам о том, почему нужно ездить на фестиваль. Когда человек приходит в студию, он не сразу это понимает. Он не будет сомневаться, потому что будет возможно смущаться на луну. Он не понимает, за что можно заплатить 3, 5 или 7 тысяч рублей за 2 или 3 дня. Тем более будут сомнения по поводу того, чтобы ехать на фестиваль в другой город. Ну, в принципе, от Санкт-Петербурга до Москвы, в общем-то, не так уж и далеко. Ну, и не так и дорого. Ехать на Кизафра надо. Если ученик занимается Кизомбой, ну, допустим, полгода, может быть, даже меньше, если он съездит на Кизафра, вероятность того, что он после этого перестанет танцевать с Кизомба, практически равняется нурену. Поэтому ехать на Кизафра надо. И ученикам я это обязательно и настоятельно рекомендую. На фестиваль ехать надо. Я искренне желаю надежды, чтобы ее планы, вся ее программа, эта фантастическая программа, описанная в ВКонтакте, реализовалась в полной мере. И чтобы все прошло именно так, как на это рассчитывают, я думаю, что сами организаторы, но и все те, кто уже собирается на этот фестиваль. Поэтому удачи, зажгите. Надеюсь, что я буду с вами. До встречи.